Вот Андрей Нестеренко, 22 часа назад, он интересно написал, это на простатит. Да, а когда-то Малахом был очень востребован, что-то сдает дяденька, да уже, наверное, дедушка, а уже и дедушка, по-гречески. А ведь не стар еще. Ну, сами сказали, что я не стар еще. Вы знаете, был очень востребован, вот я веду канал, я рассказываю. Дело в том, что практически в большинстве видео, особенно когда я хожу по парку, гуляю, я затрагиваю очень интересные темы, те или иные, которые, если они меня затрагивали, то, естественно, касаются каждого человека в той или иной мере. И вот этот вот канал ютубовский, он вообще-то очень затребованный, потому что, ну, грубо говоря, гоним паразитов, гоним и гоним их. Ничего нового, так гоним или так гоним, еще что-то, еще, то есть какая-то жвачка идет, нету новизны. Вот я, допустим, написал там книги и на них бы остановился. Все вот, четыре тома создания собственной системы и так далее. А меня интересует дальше, как человек взаимодействует с пространством, в конце концов, как ему открывается новое там знание, очень интересное. Как вот, как радоваться по жизни, в конце концов, понимаете? Вот если человек, чем умнее, тем он больше это понимает, что все в мире, что происходит, это на благо человека. Для того, чтобы он за счет этого умнее, рос и совершенствовался. Так что тогда расстраиваться? Надо всему этому радоваться, что тебе даются новые-новые какие-то препятствия, благодаря которым ты становишься сильнее, умнее, растешь. Видите, а вы говорите, не затребован. Вот этот вот канал очень затребованный, очень затребованный. Дело в том, что немногие задают вот интересные такие вопросы, потому что мне, как бы сказать, я не ищу темы, а я, то, что вот, с чем я встречаюсь, то, что я описываю, как я с этим встретился, что я делал, почему я там делал и так далее, тому подобное. Так что я думаю, этот канал очень востребованный, то есть на месте не стоит.